Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. И сегодня мы поговорим о том, что волнует каждого беларуса, что волнует всю страну. Это стукачи. Те самые люди, которые сдают собственных детей, собственных матерей, внуков, бабушек, дедушек, соседей и друзей. Каждого из них мы опубликуем сегодня. О каждом из них мы поговорим. Совместно с киберпартизанами и каналом Реальная Беларусь. Мы расскажем о каждом и покажем, и будем показывать каждого. Если вам понравится эта рубрика и вы поддержите ее комментарием, лайком и репостом, мы будем ее вести постоянно и будем показывать и рассказывать о каждом стукаче в нашей стране. Подписывайтесь на канал Киберпартизан. Жара только начинается. Унышевский Александр Михайлович. Донос. Предполагает, что внук знакомой заявителя Руслан имеет гражданство Республики Польши и приехал в Беларусь более месяца назад и по ночам где-то ходит. Который проживает с ней по вышеуказанному адресу, является одним из организаторов митингов. А тут сдала собственного внука. Якубовская В.И. Донос. В 13.30 заявительница услышала от третьих лиц о том, что внук поедет с города Полоцк в Минск, так как в 19.00 где-то именно где неизвестно, митинг против выборов и диктатора. Но есть и просто больные люди. Четыре доноса разом. Свердлова Лидия Александровна. Донос. Знакомая заявительница сообщила, что мастер по ремонту спутниковой антенны с сыном обнаружили на крыше 47-го дома. Лежат БЧВ-флаги. Следующий донос. Возле банка собралась компания. Около 30-40 человек направлялись в сторону магазина соседи. Заявитель считает, что это подозрительно. Следующий донос. Возле сквера на Фрундинском на физкультурно-оздоровительной площадке на заборе висят БЧБ ленточки. И еще один донос от этой же представительности флоры. Или фауны. Донос. Во дворе собралась компания молодежи с флагами белокрасно-белыми. Ну это же реально преступление. Люди ходят с флагами, историческо-белорусскими флагами. Идем дальше. А тут вообще рассказывают о том, что пьяный сын привел оппозиционерку. Халюков Сергей Владимирович. Донос. О том, что 12.08.2020 года по улице Тухачевского, 2.18, пьяный сын, Смирнов Михаил Владимирович, стоит и стучится в двери. Привел какую-то оппозиционно настроенную девушку. Его ищет ОВД для направления в ЛТП. Ну тут мне даже добавить нечего. Ну а мы продолжаем. Ну а здесь отличилась белорусская церковь. Приход храма жалуется на флаг. Приход храма святого мученика Лонгина Сотника в городе Витебске. Донос. В третьем подъезде на седьмом этаже развешан белокрасно-белый флаг. А какое название храма? Я еще раз благодарю нашу православную церковь за все то, что вы сделали, за ваше мужество, за стойкость. И снова немного веры. Ставропрогиальный женский монастырь. Донос. Возле дворца текстильщиков вторую неделю в доме напротив монастырского киоска на третьем этаже с балкона висит белокрасно-белый флаг. Тут прекрасно все. От того, кто пишет, до того, что именно пишут. Ну а теперь немного информации о том, как сдают собственных жен. Карабчук, АВ, город Жабинка, Брестская область. Донос. Его жена с подругой Кулевцовой Валентиной в почтовые ящики бросает листовки оппозиционного содержания. В общем-то, таких мужей и врагов не надо. Собственный муж сдал жену. Браво! И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас, по крайней мере, весь этот зал. Ну и выпуск бы не был выпуском, если бы я не рассказал о том, как женщина сдала собственную дочь. Ухватова Раиса Тихонова. Донос. Со слов заявителя, ее дочь Ухатова Олеся направилась на митинг. В общем-то, это то, что делает лукашизм. То, что делает белорусская пропаганда с неокрепшими умами белорусов. Я надеюсь, что данный ролик будет служить небольшим предупреждением о том, что стучать нехорошо. Как говорил один очень мой хороший знакомый, я стукачей люблю, но не уважаю. У них языки, знаете, похожи на ас. Лаба дена, лаба дена, бэнс диас, понимаете? Ну а данная формулировка просто удивляет меня. Четыре неизвестных подбираются к государственному флагу. Это заявил Малик Александр Васильевич в городе Минске. Подбираются к флагу. Ну, наверное, боевиков насмотрелся и стучит мусорам. А мы каждого знаем. И сегодня без фотографий. Следующий выпуск будет еще интереснее. Ну а мы еще продолжаем. У нас целый список с киберпартизанами о тех, кто любит стучать. Как говорится, стукачей нигде не любят. Ни менты вас ненавидят. Считают за шушеру. И белорусский народ будет относиться соответственно. Как начнешь, говорят, год, да? Так год и прошел. Курхер Елена Васильевна. Это, в общем-то, лягушка всем известная. И в данном доносе ей, в общем-то, мешают закрасить БЧБ флаг. Ну, давайте подробнее. Курхер Елена Васильевна. Город Минск. Донос. Заявительницу преследуют неизвестный мужчина и женщина. Не давали закрасить БЧБ символику во дворе дома по улице Никифорова. Заявительница сейчас находится в ОПП номер 87. Граждане находятся снаружи. В общем-то, почему-то белорусам разрисовывать стены запрещено, а каким-то Никифоровым разрешено. Ну, а эта представительница Сафари попросила не показывать своих данных соседям. Ну, естественно, именно соседям мы сейчас их и покажем. Дрожина Инна. Адрес. Город Минск. Улица Козлова, 414. Номер телефона вы все видите. Донос. Жильцы квартиры номер 13 размещают в подъезде дома антиполитическую информацию. Заявитель просила своих данных не показывать соседям. Друзья, пожалуйста, кто живет рядышком или, в общем-то, в этом доме, обязательно расскажите о этой принцессе. Пускай все соседи знают, с кем они живут в одном доме. Ну, а сейчас я расскажу про отца Недосекова. Недосеков Юрий Владимирович. Город Витебск. По улице идет толпа молодежи в сторону Минского проспекта. Так сказал, целую колонну белорусских патриотов сдал. Как начнешь, говорят, год, да? Так год и продолжится. А этот пассажир пытался обмануть киберпартизан с целью исключения из списка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а это... Стучало в тяжелое сложное время на медработников. Гаптар Сергей Михайлович. Город Минск. Донос. Возле центра хирургии врачи и медсестры устроили митинг. Бастуют около 20 человек. Просит, чтобы предприняли меры в отношении данных граждан. Я думаю, что граждане в ближайшее время предпримут меры в отношении тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот Олежка сдал людей, которые прятались в подъезде от бандитского режима. Сдал людей, которые нуждались в помощи. Столярчук Олег Васильевич. Донос. Первый подъезд. В подъезд забежало около 10 человек. Прячутся от баранов. Ну, а теперь у меня вопрос к стукачам. Как вам спится? И напишите в комментариях, как вам будет спаться после этого ролика. Белорусы. Честные, достойные белорусы. Напишите свое мнение в комментариях. Стоит ли нам делать больше такого материала совместно с киберпартизанами? Не забывайте подписаться на их канал. Это покажет нам, что вам важно то, что мы делаем вместе. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это была работа совместно с киберпартизанами и каналом Реальная Беларусь. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова